50 тысяч ипотечных кредитов на новостройки было выдано в России в июле. Это абсолютный рекорд за всю историю, рассказали в компании «Дом.РФ». 80% займов россияне получили по льготной ставке 6,5%. А всего было предоставлено 140 тысяч кредитов на жилье на сумму около 345 миллиардов рублей. Ежегодно проводим с ВЦУМ опрос населения на тему отношения к реформе. И хочу сказать, что еще год назад, когда люди даже не совсем понимали, что это, как это будет работать, поддержка реформы была на очень высоком уровне. Благодаря господдержке жилищные кредиты стали гораздо доступнее. Но чтобы они такими оставались, нужны новые инструменты развития рынка. Один из них – это ипотечные ценные бумаги. Новый продукт «Дом.РФ» начал разрабатывать 4 года назад по поручению президента. Основная задача – обеспечить приток средств на рынок жилищного финансирования России. Сейчас на российском рынке размещен уже 21 выпуск ипотечных облигаций с поручительством «Дом.РФ». Общий объем свыше 575 миллиардов рублей. Наша задача через облигации, привлечение инвестиций. Мы хотели в 2024-2025 году, чтобы каждый третий кредит ипотечный был под гарантией «Дом.РФ». Это, конечно, такая амбициозная задача. И вот сейчас мы где-то 560 миллиардов рублей облигаций на рынке. К концу года мы хотели бы еще минимум 200 миллиардов выписать. В 2024 году в Суздале будут праздновать тысячелетие города. В рамках подготовки к этому событию фонд «Дом.РФ», КБ «Стрелка» совместно с администрацией города и с учетом мнений жителей разработали стратегию пространственного развития Суздаля до 2030 года. Выставляют на аукцион. В сентябре должна определиться судьба одного из исторических памятников, расположенных в центре. Усадьба вице-губернатора Александровского уже почти 15 лет стоит заброшенной. Компания «Дом.РФ» очень тщательно подходит к проблемам городской среды. Для саратовского усадьбы она сейчас ищет достойных владельцев. Заявки от инвесторов принимают до 7 сентября. У нас представлен для инвесторов уникальный объект, уникальный по своей локации, по своей истории. И также по его стоимости квадратный метр получается в районе 8 тысяч рублей. Продолжение следует...